Гоша Гачевар опять наклепал какую-то срань! Ну что, репси, давайте чеканем так называемую базу. Бэбэй и Деградач, официальная википедия, ребят. Добро пожаловать на Деградач в НКН. Тут происходит оплот деградизма под руководство нашего несменяемого вождя. Точка копейка. Старая вики была удалена, а я редактор старой антиматерии, не мог потерпеть это, но произошла глупая ситуация, но у вики была заблокирована из-за недальновидности сотрудников фэндома. Теперь мы сидим здесь, где все старые страницы были перенесены в полном объеме, а некоторые даже доработаны. Спасибо за это второму редактору и посовместительному модератору контента Лакгейм. Так, а от второго редактора Лакгейм? Вики нуждаются, я подписываю, но только вместе мы сможем создать место с обширным количеством контента и записать сюда лор с ним в ВВБ. И не только. Не бойся создавать новые статьи и редактиры старые, можно обсуждать, никого осуждать за это не будем. Также снизу приведены пару советов для начинающих писателей. От третьего редактора Кекекович? Ну, типа, это нужна помощь, помогите. От лица четвертого редактора Луноикс? После множества переездов наш Вики потерпел огромный урон и нуждается в помощи, кому как не те предстоит вековече свое имя в писании. Слушайте, тут намного удобнее, это буквально как нормальная Википедия. Фандомная Википедия немножечко корявая по мне была. У него такой формат гораздо лучше. Ну, давайте посмотрим, ребят. Карл Марк, собственно, персоной. Ну-ка. Создать блок-сообщество ВКонтакте Дигра Дача. Нихуя бог. Это я, ну это я, ребят. И Дизморель Лайф. Создайте единоличные владельцы таких ютуб-каналов, как ББ и Дигра Стрим, а также Гудгейм-канала Дигра Бэпс. Ну, кстати, надо еще Дигра Лайф, свой Дигра Дигра Лайф. ББ и Лайф записать. Во. ББ и Лайф. Куда я, ну, вопрос на ответы выложил и пару других Олдовых роликов. Ну, точнее, не Олдовых, а просто других роликов. Обладает смешанной репутацией за подозрение в аферизме, куда более худших вещах, в чем повинная его невероятно добрая отзывчивая комьюнити, делающая про него отменные мемы. А сам он отрицает какую-либо причастность к подобной деятельности и множество разных личностей. Бабер Калин, настоящий ФИО, неизвестно. Смотрите раздел внизу статьи. Ладно. Родился в 25 декабря 1994 года в Башкортостане. Из детства проживает... Прочитал что-то на улицах, ладно. Из детства проживает в городе Ролитамак. Изначально хотел построить карьеру лингвиста и учился на переводчика. В будущем ему это не поможет. Даже были планы уехать на север России и там стать учитель английского языка в школе. Но что-то пошло не так. Он ушел работать на Ютубе и создал деградач. Из-за того, что прозвище Бабай он получил давным-давно, но оказалось, что такой никнейм у него уже есть какой-то в интернете, в чем связано... С чем буквы А были заменены на Э. Так получился никнейм Бабай. На самом деле, можно еще много чего дописать. Особенно мои перлы про то, что если вдруг на меня будут гонения в России, я, блядь, на территории Украины съебусь, блядь. Да, это, конечно, вот эти мои заявления состарились как простокваши, но, тем не менее, такие моменты, конечно, были. Те, кто смотрели олдовые стримы, помнят. Где я реально боялся, что рано или поздно начнутся гонения на ютуберов, стримеров и прочее, из-за каждой неверной чих, тебя будут набутыливать. Я реально этого боялся. Ну, как сказать, ребят, я как бы, конечно, хуисошу либералов только так, но сам я был то еще либерах, так если подумать. Паблик Дикардач был создан 30 января 2015 года. Сам ББ из того времени сильно отличается от ББ нынешнего. Тогда в основном контент на ютубе являлись скетчи, а самого его можно было назвать несколько более дерзким. Нет, я раньше просто еблан был, давайте будем честны, ребят. Так, например, он мог пожелать кому-то смерти в комментариях и ради развлечения потелец в туалете универа бумага, которому потом наматывал обратно, обрекая ничего не предоставляющих студентов на ужасную участь. Что касается Дикардача, то в своем интервью паблику большой проигрыватель ББ признает, что знакомая нам духовная пища появилась не сразу. Изначально паблик строил свой контент на сварованном контенте, и контент был абсолютно дегенеративным. Я делал мемасы и воровал мемасы, а-ля из паблика СЛВП. Самого себя я сели 10-х годов бы называть доисторическим ББ, но комьюнити дало этому персонажу более прозаичное имя ББ Юбик, и оно, самое главное, очень честное, ребят. Тем не менее, всего пару лет ББ уже постепенно начал становиться тем, каким мы знаем его сейчас. О скетче и чтении фанфиков он перешел к обзорам игр, а также ББ был в основном такое направление мемов, как неомемология, или же теория полного отказа от современных форматах мемов, а также того, что каждый может придумать собственный формат, стиль и подачи. Ну, на самом деле, все эти неомемы, это по сути просто создание комиксов из одной картинки, вот если уж так говорить. Тори про говно, наверное, не стоит ставить в период истории канала и паблика. Ну, вы чего, ребята? Ну, так это, на самом деле, это то, из чего вот я построился, ребят, из чего построилось мое мышление. Вот так. Также ББ издавна стрим, первоначальным местом, главным местом стримов был его Twitch канал. Кстати, нет, изначально первым моим местом стримов был Good Game, потом следующим моим местом стримов был Hitbox TV, я еще помню, я там стримил Inside, и там, кстати, Бреня был, вроде бы, Линда была, ну, кстати, за время точно не знаю, помню, точно там Линда была, какие-то другие совершенно алды были. Вот самые алды помнят стримы с Торн Голда на Good Game, да. Вот прям реально помню. Я даже приходил какие-то новелки про Сергея Симонова, тогда я помню. Замечательное было время. А для анонса стримов был создан паблик Dismoreal Life. Местом нарезок стримов стал тогда еще новый YouTube под названием DicroStream. Ну, не нарезок, ну, хотя, да, нарезок плюс записи стримов. И создана была Dismoreal Life, потому что мы заебали подписчиков анонсами моих и наносиных стримов, поэтому мы создали отдельный паблик. Догролака активировал премию. Спасибо большое. Спустя годы на Twitch уже сточились. Правила на Twitch уже сточились, за чего он на время перестал стримить, но позже продолжил. Сначала на основном YouTube-канале, а потом на DicroStream, где бы вы стримите, и по сей день. Впоследствии зарегистрировался на... Не, кстати, подождите. Спустя годы правила на Twitch уже сточились, за чего он на время перестал стримить, но позже продолжил. Сначала был YouTube-канал. Короче, для тех, кто не помнит, я перестал стримить на Twitch по одной простой причине, что у меня Twitch почему-то начал люто жрать качества и кадры. Сейчас вроде уже такого нет. У меня просто куча пропусков была, я не мог понять, почему. Потом я перешел на канал DicroStream, потом вроде нормально все начало снова на Twitch стримиться, потом снова начали прожрать кадры, и я снова ушел на YouTube. Короче, такая система. Впоследствии регистировался на стримку площадки GoodGame под ником DicroBank, где он проводит стримы и аниме стримы. Это да. Это да. Так, это мы прочитали. Новейшая история. В 2022 году, когда на русском YouTube отключили монетизацию, БВ потерял две львиную долю дохода, отчего был вынужден чаще начать чаще стримить и байтить на донат, что ознаменовало новую эпоху Деградача, когда сообщества заполонили мемы разного качества, связанные со стримами, а сам Деградач окончательно стал сообществом, подсвященным БВ, а не мемы в целом. Во второй половине 2022 года Деградач оказался настолько переполнен футажами про БВ, что ему пришлось выделить под них отдельный паблик. Они стали популярны, потому что БВ начал делать на них реакцию во время стримов. И эта участь легла на плечи Дизморай Лайф. Сейчас БВ великолепно продолжает делать обзоры на игры, несмотря на отсутствие монетизации, вести два своих паблика, где регулярно уходит мимо по стримам и обзорам. Я так надеюсь уже поскорее сделать ролик про игру, по которой делаю. У меня просто нет времени. Само себя БВ считает неадекватным и альтернативно разумным, а также называет себя очень хорошим человеком. Я девиант просто, я конченый, я девиант. Все, я... Я тварь. Я уебок. Вот это я, ребят. Да. Из-за этого он не любит, когда однодоречники делают видео, состоящее из 10 фраз БВ, сказанных на стримах, которые можно считать абсолютно правным. По его мнению, из-за них человек малознаком с его контентом может посчитать его странным, довольно гнилым человеком. Нет, это на самом деле... Ничего этого не было вырвано из контекста. Я реально упырю. Также БВ говорит, что у него хорошие политические взгляды, хотя неоднократно доказывалось иное. Я боюсь туда нажимать, куда это приведет. Не говоря при этом, как и именно. Неоднократно рассказывал о том, как в более юные годы занимался всяческими якобы невинными проказами, справлял большую нужду в чужой сок и в емкость замаринованным шашлыком, кормил товарищей испорченным мясом, спаивал людей. Естественно, то, что раньше БВ изъявлял, что он не говорит о своих политических взглядах, но так, узнав о них, многие бы их испугались. Однажды БВ прошел тест на фашизм, по результату которого он оказался фашистам на 41%. Роковое тестирование. Блять. Откроем. Бабай заявил, что этот тест работает и результаты не верны. Что этот тест работает и результаты... Нет, не работает, если что, тут нет, пропущено. А фашизм он осуждает. По результатам теста на политические координаты БВ оказался центристом, что его полностью устроило. Также БВ один раз назвал себя космополитом. Открыт заявлять о неприязни к Фури, при этом открыто общается с как минимум одним Фури художником. Продолжает мне припоминать общение с Андрюхой. Хотя он на самом деле уже больше не Фури, ребят. Он нормальный. Он наш. Он наш. Это как, ну помните, типа, еврей, но он наш и так же. Да, Андрюха, типа, Фури, но он наш, ребят. Он наш. Он нормальный. Он нормальный. Комит часто называет БВ и Руины душегубом, старым Бармалеем, фашистом, нацистом, Фури-фашистом, аферистом, диктатором, тираном, душнилой, каблуком, злобородатым, карликом, косоглазым, уёбком и жирным, а также кудлатым мишкой. Но при этом все подписчики, то есть член комитии, минули себя варбосами, таким образом призывая себя варбосами, юборс призывая его никем над ними. Вы себя считаете варбосами? Достоверно стоящее имя БВ, великолепного, неизвестный. Сам утверждал, что его имя несколько раз просачивал сцент, но он затем специально распространял информацию о своих фейковых именах. И даже прикидывал своим знакомым, якобы знающим его имя, дабы окончательно всех запутать. В нише представлен список возможных имен БВ. Аврам, назвал сам себя, Алексей Бабаев, дано комьюнити, Батита Пердопили, дано донатером, якобы знакомым с ним, Драчила, дано комьюнити, Жека, дано комьюнити, позже также назвали одну ничь, личность БВ. Житко Батис Тимофевич, имя упомянул в кастом-сторице на совместном стриме, фамилия, отчество, дано комьюнити. У БВ есть два питомца, Кошечка, Феня и Попугай Кукич. Феня самый ожидаемый гость любого стрима, так как является котиком. Патогенича перед любом раскладе, что позволило стать смайлом на Гудгейм канале. Кукич, любимый попугай БВ и Настя. Периодически кричит, любит срать на БВ, является самым любимым лакомством стримера, второй Огоши Гачевар. Куча внезапно снес яйцо, за ее таким образом в своем решении сменить пол, был переименован Настей в Куки. Основатель не щуга, но Пескодрищенская и Свободного Бакараша, блядь, даже про это уже написали. Несмотря на высказывание самого БВ, его рост измеряется в миллиметрах, со 100, блядь, 179, уе. Постоянно залегается на то, что больше не будет рассказывать истории жизни, играть в Майнкрафт на стримах, выкладывать фото ВК, но все еще обозрение смотреть фото жабы. Ни одно из вышеперечисленных заявлений не было исполнено ни в какой мере. Любит собирать минки варкамер 40к, является ярым игроком и любит ретро-игры. Владеет пятю нитендо свитч разных моделей, владеет черным рабом по имени Брень, ебало Брень не представили. Негативно высказывал сторону либералов, но при этом имеет друзей среди них. Содержит подвал, в котором заключены фото жаберы, что не угодили ему. По информации из-за товарных скотчников, также был съеден Гоша Гачевар и заражен ковид-19 драней. По дизайну схож с пыточной из данжен Кипер. Мы не заражали драника ковидом. Нет, ни во что не стоит чат Гудгейм, обращать внимание только в редких случаях или на капс. Я всегда обращаю на стрим, или на чатик ГГ, ребят. Всегда обращаю. После балла к бану канала в 2021 году, БВ Великолепно стал уделять большую часть времени своего времени на стриминг. Прочитал на римминг. Этой манеры БВ вести стримы привели к увеличению количества форсов в геометральной прогрессии. Стримбэпсер генерирует огромное количество мемов и сообщества. Иногда поводы для них БВ состоят сам. Иногда эти поводы придумывают за него. Иногда итог всех один. Хохот, смех и хохот зрилов. Ребят, я никогда не создавал никакие мемы и прочее. Вы сами все себе выдумали. Затупы 71%. А, понятно, это вы. Затупы 71%. Бакарыши, Бакарыши 2. Тест на шизофрению. Шистьяфа, Часы Компас. Форсы Палестина, Лысина, Слыш, Проблемы с волосами, Треш-стриммер, Косоглазер, Росту 79 мм, копейка. Стрим-контент. Киноаукцион, торжество развода и байтов. Разорванные пуканы, слезы чат, Вечная война, Донатеров и Тонны Шекелей. Модератор. БВ из своей группы модераторов, Которые активно участвуют в жизни в сообществе. Правда, я хочу больше мемов, но теперь я с их участию. Так, модератор отдельно есть. Ладно. Донаты. Ну как не оскорбить жирного скуфа, Сидящего на стремянке? Правда? Да! Какой? Какой жирный скуф? Я жирный скуф? Игрокцион, ходит молва, Они когда-то проводились. Все, скоро проведу игровой аукцион. Фотожабы. Целая культура, сформировавшаяся в сообществе. Активно поощряется БЭПСом. Катя, но всячески это отрицает. В виде реакции на фотожаб после каждого стрима. Наречники. Браво, агитаторы, пропагандисты, Особенность и градача, А также лакомство для него. Если налейщик узнает о вожде, Слишком много. Да, я съел Гошу Гочевару, Не нахуле. Модераты группы людей, Сущность которых заключает моделированный чат, На протяжении всего стрима БЭПСа. Среди них есть те, Кто имеет связь с вами БЭПСа, Но есть и те, Кто попал на данную должность, Благодаря гаданию нашего пророка. На карту второго. Не, на самом деле, Благодаря лизанию жопы, Мягко говоря. На стримах БЭПе модераты, Обисутствуют на Гудгейме и на Ютубе. Однако на Гудгейме Модерация происходит куда интенсивнее, Так как сам ББ больше всего внимания На чат обращает именно в gg.ru. Модераторы не получают никакую зарплату, Как бы вы считаете, Что модерация это не работа, А в виде оплаты Есть в самом времяпрождении на стриме. Он называет это удовольствием. Или же очень редко делать Какие-то подачки в виде игр в стим, И то не всем. Сам чат давно ругает, Шалтая болтая За такое отношение к своим модераторам. Это же... Бупый лысый. И каждый раз напоминает ему о деньгах, Или же хотя бы о какой-то зарплате, Но ББ всегда мудрость не регулирует Как чат, так и самих модераторов. По причине их выделения Привилегированность на фоне Обычного члена чата Не является частным субъектом для фотожак. Как же любят БТС, Вот они сверху вниз. Ну, давайте, ребят, почитаем, Что тут про них написано. Вабжак, один из самых старых В плане модерирования, конечно, Да и не только в плане модерирования, Известных модераторов... Модераторов стримов. Обычно моделирует на Ютубе канале Диграстрим, так же иногда стримит На платформе ГГ. Бренья, старый модератор стримов. В основном моделирует Ютуб канал, Но иногда посещает ЭГГ. Несколько раз был гостем трансляции, Принимал непосредственно участие В постройке храма Олегу. Послан стримера является его Афро-русским коллегой. Однако недавний слив доставил Эту эту теорию под вопрос. Стримит на ГГ, Имеет свой телеграм-канал. Ребята, вот это все... Ребята, вот это все... Это вот неправда, Что он сливы, Что он не черный, ребята. Бренья самый черный русский Из всех я которых когда-либо видел. Он... Он Blackstar, так сказать. Угу. Тита, давний зритель на данте РБВС, Недавних пор модератор. Девушка, несмотря на постоянный Папа, это стиммера доказать обратное. Тита, это пацан. Это реально школьник. Ну вы че? Внешность, ими, сходность Дектора Викторов из гадкого я. Стиммер часто называет ее школьником. Ведет стиммер на ГГ, Хороший художник, Имеет собственное сообщество ВК. Лагейм. Частый зритель БВ, Модератор на ГГ, С 1919 года, С 19 октября 2012 года, Также модератор на Twitch канале. И один из редакторов Вики. Заклеймен к коммунистам и за стиммер, Который также предписывает ему Некую связь с Тогаром. Не некую связь, Весь чат знает, Что у Лагейма и Тогара, Ну, Очень даже хорошие отношения, Если понимаете о чем я. Даже очень хорошие. Тогаром. Модератор на ГГ с 25 декабря 2012 года. Открытый бисексуал, На полной серьезе купит деньги, Дабы занять ИББ на просмотр One Piece. Побойся бога хоть раз. Нет, на самом деле это ложь. Тогаром собирает деньги, Чтобы оплатить Лагейму, Так сказать, Сеанс пассивной роли. Лагейм решил повъебываться И попросить деньги, Надеясь, что Тогару не соберет. Но Тогару не из простых ребят. Вилимки, Модератор на ГГ, Также был модератором Мэдс, Но ныне не активен, Так как осудил Мэдс за игру И рекламу в казино. Как говорится, В чем он не прав. Доктор Хаммер, Модератор на ГГ, Работаем над собственной игрой, Создал несколько смайлов Для ГГ канала БВ. Единственный человек, Который БВ читает чати, С переменным успехом. Ну так потому, Что доктор Хаммер, Доктор Хаммер, Талантливый человек. Привилегированный, Талантливый человек, Можно сказать так, Ребят. У него очень много прав. Да, да, да. Он, так сказать, Не крестьянин, Если вы понимаете, О чем я. За что, конечно же, Некоторые доктора Хаммера Недолюбливают. Да. Это как Эксперимент был. Если мышку Забрать из аквариума, Если мышку самца Забрать из аквариума Полную мышек самцов, И дать ей потрахаться, То потом И вернуть обратно в аквариум, То все мышки Загрызут этого самца. Вот то же самое С доктором Хаммером, Ребят. Он, так сказать, Не девственник В толпе девственников. Поэтому, Его, конечно, Недолюбливают. Бедный доктор Хаммер. Антиматерия. На данный момент Новый модератор на ГГ И посометитель С главой ТВики. Стал модератором 11 февраля 2023 года На киностриме По Князю Тьмы. Безумие приводит К неожиданным последствиям. Гид для души. Модератор на ГГ И Ютуб канале. Олтый, активный Персон обществе. В тайной конфе Известно как Маким и Стержень Тирании. 15 февраля 2023 года В ходе писька Медии на неделю Забанила Декуна. Слушай, сегодня Сегодня забанили Декуна? По делам, По делам, конечно. Декун слишком Шоколадно живет. Я считаю, Надо иногда Модератор на ГГ Один из самых Известных фотожаберов, Хотя ныне им не является. Болел короной Кредвожник заболел Установок Людмуррика По просьбе БВ. Снимет на ГГ Ютубе И имеет собственный Паблик ВК. Бывший Дейролл Талантливый художник И известный Бывший модератор БВ Ушел с моделирования По собственному желанию После многочисленных Чуток Издевательства БВ Назавшую Ихими Собаку Во время Игребрим Горолл Не только получил, Модератор на ГГ И адмит в Дискорде БВ Перестал быть модером По собственному желанию Джетник А джетник, ребята А джетник А джетник А джетник Да-да-да Джетник Ладно, про модера Хорошо написали